Дарья Касаткина завершила выступление на теннисном турнире в США. Денис Ткачук останется в крыльях до истечения срока контракта. Лада нанесла сокрушительное поражение нефтехимику. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завершила свое выступление в международном теннисном турнире The City of Sunrise Pro Tennis Classic в США. В пятницу в рамках второго круга соревнований 17-летняя Касаткина уверенно переиграла 15-летнюю хозяйку корта Катерин Белес со счетом 6-4, 6-1 и вышла в четвертьфинал. Матч со следующей соперницей 30-летней Эдитой Галовец-Холл из Румынии оказался для Касаткиной сложнее. Россиянка проиграла в первом сете, однако с трудом выиграла остальные два. Накануне Касаткина выбыла из турнира с призовым фондом 25 тысяч. В полуфинальном матче она уступила испанке Саре Сарибе Стормос с разгромным счетом 6-0, 6-0. Полузащитник Крыльев Советов Денис Ткачук прибыл на сборы Самарского клуба в Эмиратах. Футболист, находившийся на сборе с питерским «Зенитом», сказал, что он вернулся в Крылья с желанием и готовностью отработать свой контракт с клубом до конца. Ранее появлялась информация, что контракт полузащитника с Крыльями рассчитан до июля 2015 года. Также на сборы прибыл председатель Совета директоров Крыльев Советов Дмитрий Шляхтин, который на собрании команды заверил футболистов и сотрудников в том, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, клуб твердо намерен выполнить все контрактные обязательства. В воскресенье «Лада» принимала на своем льду нефтехимик из Нижнекамска. Встреча закончилась с разгромным для гостей счетом 6-2. Тольяттинцы начали игру неудачно, заработав шайбу в свои ворота уже на первой минуте. Игра вышла напряженной и на поле часто вспыхивали рукопашные схватки. На 23-й минуте счет стал равным с помощью Мартина Затевича. На 27-й минуте «Лада» организовала выход два против одного, и Антон Шенфельд снова поразил ворота нефтехимика. На 31-й минуте Георгий Белоусов забросил третий гол. Через минуту Виталий Шулаков забрасывает четвертую шайбу. Чуть позже Петер Подхартский сделает счет 5-1. Лишь на 47-й минуте Максим Рыбин смог поразить ворота «Лады», однако через минуту Георгий Белоусов забрасывает свою вторую шайбу в игре.